Всем привет, с вами школа Unity 3dschool.ru. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как можно использовать GitHub с Unity. Для начала расскажу, что такое GitHub, для тех, кто с этим не знаком. GitHub — это хранилище для ваших проектов с удобным контролем версий. Вы можете сюда загрузить свой проект, по мере необходимости обновлять его, при этом имея доступ к предыдущим версиям. Мало того, вы можете комфортно работать в команде над одним проектом или просто делиться с другими своими наработками. Работа с GitHub с Unity не сильно отличается от любой другой среды разработки, однако некоторые тонкости все-таки имеются. Если вдруг у вас еще нет GitHub аккаунта, то давайте прямо сейчас покажу, как его зарегистрировать. Переходим на сайт github.com. В правом углу сайта нажимаем на кнопку Sign Up — Зарегистрироваться. Далее вводим свой имейл, пароль, свой логин, то есть имя, которое будет отображаться на сайте. И решаем легкую загадку, чтобы доказать то, что мы не робот. И после этого мы должны проверить наш имейл, нашу почту и подтвердить наш аккаунт. Следующий шаг заполнять не обязательно, так как он нужен для статистики сайта GitHub. Выбираем здесь «Бесплатный аккаунт». Прямо на сайте мы можем зайти в наш профиль и в вкладке «Repositories» будут наши репозитории, то есть, собственно, наши проекты. Здесь привычный для любого пользователя поиск репозитория. Тут же есть фильтрация и здесь можно создать новый репозиторий. Нужно будет ввести имя репозитория, ну, то есть название нашего проекта. Можно написать description, то есть описание данного проекта. Это делается по желанию. Существует два типа репозитория – публичные и приватные. Публичные – это то есть любой может зайти, увидеть ваш репозиторий, скачать его, посмотреть какие там файлы. То есть это общедоступно. При этом загружать в ваш репозиторий какие-то действия с ним могут делать только те люди, которым вы дадите эти права. Приватный репозиторий не общедоступен. Вы вручную указываете не только права на редактирование данного репозитория, но также и вручную указываете пользователей, которые могут его видеть. Нажимая здесь галочку, мы подтверждаем то, что у нас вместе с репозиторием создастся файл readme. Это специальный файл, чтобы оформить описание нашего проекта более подробно. Здесь же можно указать gitignore, то есть те расширения файлов, которые будут игнорироваться git и не будут сохраняться в репозитории. Здесь следует просто выбрать Unity. В блоке addlicense можно добавить лицензию для данного проекта. После этого, нажимая на кнопку create repository, мы создадим наш репозиторий. В итоге появится вот такой экран, в котором можно создавать вручную какие-то файлы, можно прямо здесь их загружать, можно пытаться найти файлы. И также можно клонировать или скачивать как архив данный репозиторий. И собственно, как связать GitHub и Unity? Нужно скачать специальное приложение GitHub Desktop, которое является клиентом GitHub. Просто переходим на сайт desktop.github.com и здесь выбираем установить на вашу операционную систему. Нам нужно привязать свой аккаунт к приложению и нажать кнопку sign in. Далее просто нажимаем continue и далее у нас появляется вот такой экран, который предлагает нам начать работу. Сейчас нам нужно клонировать репозиторий с сайта на наш компьютер. То есть сделать репозиторий локальным. Это можно сделать через верхнюю вкладку File, Clone, Repository или с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift-O. В разделе Your Repositories отображены созданные репозитории. В данном случае у нас изображен всего один репозиторий. У нас он находится вот здесь. Выбираем его, выбираем путь, куда он будет клонироваться и нажимаем Clone. Здесь написано, какой у нас репозиторий. Здесь будут написаны изменения, которые у нас есть. Здесь будет список файлов, которые у нас изменены. И здесь поля для коммита на GitHub. Далее мы переходим в Unity Hub и создаем новый проект в папке нашего репозитория. Далее возвращаемся в наш GitHub клиент после создания проекта. И здесь мы видим то, что у нас вот столько файлов появилось в нашем репозитории. Мы их можем выбирать и просматривать, какие изменения здесь были. Чтобы сделать коммит, то есть направить версию на GitHub, обновить наш проект, наш репозиторий, мы должны сделать коммит. Здесь мы можем написать название нашего коммита. Грубо говоря, название версии, чтобы мы потом смогли ориентироваться, что мы сделали в данном коммите, в данном изменении. Обычно самый первый коммит называют First Commit, либо Initial Commit. В Description мы пишем уже описание, то есть чуть-чуть более подробно, те изменения, которые мы сделали в данной версии, в данном коммите. После этого нажимаем Commit to Master. Некоторое время ждем. Казалось бы, все, но на самом деле мы еще не загрузили данные измененные файлы на GitHub, мы их только закоммитили. Далее нам нужно их отправить. Отправляется с помощью кнопки Push Origin. Нажимаем и у нас оно отправляется. Ждем отправки на сервер. После того, как все отправится, мы можем зайти на GitHub, на сайт, обновить его и увидим то, что наши файлы загрузились, наш проект есть, те же самые папки есть, те же самые файлы, которые у нас были в проекте. Вот и все, теперь мы можем что-то загружать в наш проект, делать какие-то изменения, потом возвращаться в GitHub, видеть здесь, какие будут у нас изменения, называть как-то Commit, то есть версию нашего проекта, в Description описывать, что мы изменили в данной версии, коммитить и потом Push'ить, и таким образом у нас будет контроль версий нашего проекта. Вот и все, ничего сложного, а сколько пользы, сколько возможностей открывает GitHub. Что ж, с вами была школа Unity3dschool.ru, спасибо за просмотр.